Ротелиальный рак верхних мочевых путей Существует две теории возникновения рецидива в мочевом пузыре. Первый – это механизм интерапитериальной имплантации опухолевых клеток слизистой мочевого пузыря с последующей отсроченной реализацией рецидивной опухоли. А также второй механизм – это наличие в слизистой мочевых путей генетических изменений, вызванных наследственными мутациями, как при синдроме Линча или действиями канцерогенов. Данная европейская работа на базе 754 пациентов показала на базе мультивариантного анализа, что популярная архитектура опухоли категории ПТ-2 и более и отсутствие лимфоваскулярной эвазии увеличивает риск возникновения рецидива в мочевом пузыре. Также есть исследования, где показаны другие предикторы рецидива, такие как локализация опухоли в мочеточнике, более низкая стадия Т, чем Т2, то есть наоборот, и мультифокальное поражение верхних мочевых путей. В данном исследовании представлено также, что у пациентов с поражением мочеточника и поражением, либо одновременное поражение лоханки и мочеточника встречаются рецидивы чаще, то есть у пациентов безрецидивная выживаемость ниже. В одном из немногих метаанализов было показано, что у пациентов с стадией Т2 и более имеется, наоборот, более низкая вероятность рецидива в мочевом пузыре против поверхностного процесса, мучительно-инвазивного процесса первичного в верхних мочевых путях. При этом локализация опухоли в мочеточнике увеличивает риск возникновения рецидива, так же, как по естественным причинам, и сопутствующее поражение мочевого пузыря увеличивает риск возникновения рецидива. Наше исследование было на базе 157 пациентов, проанализирован опыт с 2011 по 2021 год. Медиана возраста составила 65 лет, 157 пациентов, курение было выявлено у 40% пациентов, ожирение у 36% пациентов, наиболее часто встречался мучительно-инвазивный процесс в 66% случаев, поражение лимфатических узлов встречалось в 15% случаев, наиболее часто встречаемые категории ПТ – это ПТ-1 и ПТ-3, рак лоханки встречался в 49% случаев, рак мочеточников – в 40%, поражение и лоханки и мочеточников – в 10% случаев, в основном это было одиночное опухолевое поражение в 80% случаев, а также в 18% имел место сопутствующий рак мочевого пузыря, который был вынесен отдельно от первично-множественного рака, при этом первично-множественный рак встречался у 32-х человек, это 24% в случаях, наиболее часто имел место рак толстой кишки. Радикальная нефортеректомия выполнялась в 96% случаев, органосохраняющая лечение всего у 6 человек, это в виде резекции мочеточника, редко выполнялась адювантная лучевая терапия всего у 7% пациентов. Медианное время наблюдения состояло 48 месяцев, пятилетняя общая выживаемость 67%, пятилетняя выживаемость без прогрессии 74%, пятилетняя ракоспецифическая выживаемость 76%, в пятилетней безрецидивной выживаемость 73%. В группе с мышечно-инвазивным процессом выживаемость статистически значима была ниже, так же, как и в группе с поражением фактических узлов, пятилетняя выживаемость 40% против 76%, что, в принципе, является вполне естественным. Также категория G3 снижала статистически значимую пятилетнюю общую выживаемость. Ракоспецифическая выживаемость в зависимости от локализации и в зависимости от курения не имела никакой статистической значимой разницы. Что касается рецидива в мочевом пузыре, то он был зарегистрирован у 39 пациентов, это 24% случаев. При этом немышечно-инвазивный рецидив встречался в 82% случаев. Мышечно-инвазивный рецидив был зарегистрирован всего у 7 пациентов. Медиа на времени возникновения немышечно-инвазивного рецидива 14 месяцев, мышечно-инвазивного рецидива 16 месяцев. Что касается характера рецидивирования, то одиночный рецидив имел место в 11 пациентов, это 34% случаев. Множественное поражение, это большинство пациентов, 65% случаев, причем не было выявлено никакой зависимости от сторонности первичного хирургического вмешательства. Абсолютно рандомно располагались рецидивы. Наиболее часто при немышечно-эвазивном рецидиве использовалась трансфордральная резекция, всего 6 пациентов получили цистоктомию. Выживаемость при наличии немышечно-эвазивного рецидива оказалась значительно выше, общая выживаемость пятилетняя, чем в группе его отсутствия, 92% против 61%. Общая выживаемость и беспрогрессивная выживаемость имела похожие цифры, то есть появление немышечно-эвазивного рецидива является в нашем случае предиктором хорошей выживаемости. Мы решили посмотреть, с чем это связано. Связано это было с тем, что первичная опухоль немышечно-эвазивная в 3,2 раза увеличивала шанс возникновения рецидива в мочевом пузыре. И наоборот, первичная опухоль верхних мочевых путей категории G3 снижала вероятность рецидива, так же как и изолированное поражение лоханки. При этом сопутствующее поражение мочевого пузыря почти статистически значимо увеличивало вероятность появления немышечно-эвазивного рецидива. Что касается одного и многофакторно-ресионного анализа, то здесь риск развития рецидива в 2 раза увеличивался при мультифокальном поражении верхних мочевых путей и сопутствующее поражение мочевого пузыря. Изолированное поражение лоханки так же почти статистически значимо уменьшало вероятность рецидива в мочевом пузыре. Визуально это выглядит так. Пятилетняя выживаемость без немышечно-эвазивного рецидива с изолированным поражением лоханки лучше, чем у пациентов другой когорты, 82% против 71%. Пятилетняя выживаемость без немышечно-эвазивного рецидива с мультифокальным поражением значительно хуже, 67% против 81%. Пятилетняя выживаемость с сопутствующим поражением мочевого пузыря так же значительно хуже, 55% против 81%. Пятилетняя безрецидивная выживаемость в зависимости от пола и в зависимости от курения не имела статистически значимых различий, была практически одинакова. Пятилетняя безрецидивная выживаемость в зависимости от наличия первичного множественного рака или от наличия ожирения имела также похожие и кривые, статистически значимо не различались результаты. И хотелось сделать вывод, что выявлено позитивное влияние факта появления немышечно-эвазивного рецидива на выживаемость пациентов, обнаружена обратная зависимость между агрессивностью первичной опухоли и шансом возникновения немышечно-эвазивного рецидива, множественное поражение верхних мочевых путей, а также сопутствующее поражение мочевого пузыря статистически значимо влияет на риск возникновения немышечно-эвазивного рецидива. Такие факторы, как пол пациента, курение, первичный множественный рак ожирения, не показали никакой статистически значимой разницы безрецидивной выживаемости. Ну и требуется дальнейшее изучение характера рецидивирования и различные показатели выживаемости на больших когортах. Благодарю за внимание. Скажите, пожалуйста, исходя из ваших результатов, нужно ли нам в последующем, в послеоперационном периоде у таких больных как-то менять тактику эндоскопического исследования мочевого пузыря? Вы сказали, что в два раза ниже риск рецидивов в мочевом пузыре у больных с изолированным положением при лоханке. Больным, может быть, нам стоит уредить цистоскопию, а тем, у которых риск выше, на этих рецидивных опухоли стоит, наоборот, интенсифицировать это наблюдение? Спасибо за вопрос, но я так не думаю, потому что основываться на относительно такой небольшой в когорте нельзя какие-то рекомендации вносить, тем более на этой базе. Здесь мониторинг должен быть стандартный, потому что пациентов с изолированным поражением токолоханки тоже есть рецидивы, поэтому я считаю, что схема мониторинга должна быть стандартной. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, из тех наблюдаемых пациентов, которых Вы представили, шести пациентов Вы выполнили органосохраняющее лечение. Что это были за пациенты? Какой метод Вы предприняли? Приняли пластики, я имею в виду, мочеточника, как я понял, да? И какие отдалённые результаты получили? Спасибо. Один пациент был, которому выполнена резекция средней трети мочеточника, все остальные пациенты – это резекция нижней трети мочеточника. Это относительно несложная операция. Результаты были у пациентов у всех хорошие, с длительным периодом безрецидивной выживаемости. И, собственно, это отобранные пациенты, кто может быть подвергнут данной методике. Можно я тоже задам вопрос. Вопрос характера организационного. У нас по клиническим рекомендациям пациентам с роталиальными карциномами, что мочевого пузыря, что верхний мочевых путей мы должны делать статологическое исследование мочи. Как в Вашем регионе обстоят дела именно с исследованием цитологического исследования мочи? Есть ли у Вас профильные цитологи? Как организован этот процесс? Цитологи у нас, конечно же, есть. Исследование применяется. Ну, конечно, я могу сказать, что рутинно оно не применяется. Но ряду пациентов, особенно у кого есть проблемы с выполнением цистоскопии, то они, конечно же, выполняются. Ну, и те пациенты, кто был подвергнут органосохраняющему лечению, там в обязательном порядке, выполняется и уротероскопия, и цитологическое исследование. Спасибо. 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 Спасибо.